Здравствуйте! К нам обращается Александр Холмогоров. Александр Холмогоров уточнил данные рождения о месте рождения и месте жительства. Александр родился 11 марта 1958 года. По часам в 5.50. Мама говорила, что в 6 утра, но скорее в 5.50. Александр родился на станции Толбага в Петрозаводском районе, Петровский завод Читинской области. Введем координаты места рождения Александра Холмогорова в ручном режиме. И получим максимально точную натальную карту. Итак, вот у нас на 5.50 Александр утверждает, что он дважды перенес инфаркт. Ну, слава Богу, что так вот явно ишемия не подтвердилась, но есть признаки аритмии, поэтому, конечно, как все поколение с ураном вольве, еще уран на звезды ясли, необходимое, думаю, профилактически принимать кардиоаспирин. Ну, наверняка доктор вам это назначил. А еще у Александра есть явные признаки инсулинорезистентности, гиперинсулиномии, что может приводить к росту избыточного веса. И требуется определенная коррекция обмена веществ. Об этом говорит ретроградный Юпитер в Скорпионе и Венера в Водолее. Поэтому, уважаемый Александр, я рекомендую вам обсудить с вашим доктором вопрос о наличии инсулинорезистентности. И если это подтвердится, то попробовать как-то скорректировать питание и образ жизни, потому что это тоже фактор, предрасполагающий к болезням сердца. В настоящее время Александр проживает в Барнауле, и поэтому соляр мы составим на Барнаул. Правда, этот соляр уже включился. Это было 10 марта 2024 года. К сожалению, вертикальная ось в терминальных градусах, поэтому Александру придется прикладывать дополнительные усилия. И еще это был день новолуния. 10 марта включился соляр. Поэтому, разумеется, год окажется непростым. Но, с другой стороны, в день рождения не было ни одной ретроградной планеты, что, конечно, даст Александру поддержку. Поэтому тут уже мы не исправим ничего. А вот, если заглянуть на следующий год, то вот там 100% нужно будет смещаться правее Барнаула. И сейчас я бы хотел такой вот как бы сделать подарок Александру и предложить ему вариант для следующего соляра. 12 дом, конечно, не идеален, но это я сделал максимально, что мог. Правда, и смещение окажется, боюсь, очень большим. И сумеет ли Александр осилить это путешествие, это большой вопрос. Это даже дальше, чем озеро Байкал. Но, кстати, вот если попробовать поехать в Читу, я повторяюсь, речь идет не о нынешнем, а о следующем соляре Александра Калмогорова на 2025 год. Тоже это будет 10 марта. Прекрасный соляр на Читу. Александр, запишите, пожалуйста, ваш следующий соляр включается 10 марта в понедельник в 11 часов 46 минут по местному времени. И вам надо быть в это время в Чите, ну и гулять по городу. 11.46, почти полдень Чита, шикарный соляр, следующий соляр для нашего зрителя и гостя Александра Калмогорова. У нас в гостях также всегда желанный гость наш. Так, сейчас нам нужно проверять всю информацию, потому что это как бы повторное письмо от ХА. Друзья, а если вы мне отправляете как бы повторное письмо, там же не было точных данных, и плюс ХА я делал вам ректификацию, я эти данные у себя не фиксирую, поэтому, друзья, когда вы мне пишете, я для чего вам тщательно делаю ректификацию, прошу записать это. Я же не могу помнить от ректифицированное время рождения десятков тысяч людей, которым я помогаю. У нас в гостях Дина. Дина просит построить ей соляр. Приветствую вас, Дина. Мы общаемся с вами не в первый раз. Дина родилась 2 августа 1982 года в 22 часа 47 минут в Екатеринбурге. А проживает Дина в настоящее время в Нюрнберге и спрашивает, что выбрать в Нюрнберг, Москва или Екатеринбург для соляр. Итак, соляр Дины на Нюрнберг, солнышко в шестом доме, что-то как-то бы мне не хотелось. Поэтому сразу-сразу пробуем Москву. В соляре на Москву солнышко даже укатилось в четвертый дом, но двенадцатый, конечно, зубодробителем, просто зубодробителем. Так, давайте пробовать сейчас варианты с Санкт-Петербургом. Как-то... Ой, еще страшнее. Да, Дина. Прямо-таки не знаю, что с вами делать. Пока соляры на Нюрнберг и на Москву и на Питер меня не очень устраивают. Так, смотрим-смотрим. Вроде бы мне удалось, да, разгрузить завалы двенадцатого дома. И такой получился мощный соляр, сильный соляр на Выборг. По-видимому, так и решим. Это исторический пригород Санкт-Петербурга. Ну, вас Европой не удивить, это понятно, но уверяю вас, что если вы не были в Выборге, вы будете приятно удивлены европейскому облику и, так сказать, климату этого города. На Екатеринбург снова прет очень стрессово снег Выборг. Итак, Дина, поскольку вы предполагали, что можете быть в России, то я уверен, что лучший совет на свете, который можно вам дать, это запланировать включение соляра в историческом пригороде северной столицы, городе Выборге. Запишите, пожалуйста, когда включается ваш соляр. Это будет 1 августа. Обратите внимание на один день раньше календарного дня рождения, в четверг, в 23 часа 18 минут. Вы можете уже отдыхать в это время, это после 11, но вы должны находиться до этого и после этого в Выборге. Итак, прекрасный соляр Дины на Ленинградскую область, город Выборг. Замечательный, роскошный соляр. К нам обращается наш постоянный гость и участник стримов Александр Дробинин с просьбой хорошего соляра для него и брата Кирилла. Начнем с Кирилла. Кирилл родился 19 июня 1989 года в Балаклаве. Карту Кирилла мы уже электрифицировали. 14, 31, 53. Место это Балаклава. Так, есть. И по поводу соляра. Кирилл предпочитает быть в это время на даче в Крыму, это Севастополь, или, может быть, дома в Балашихе. Итак, соляр для Кирилла на Крым. Сначала рассмотрим крымский вариант. Ну, июнь, конечно, уже в Крыму прекрасно. Но Луна в восьмом доме и Сатурн на асценденте меня категорически не устраивают в этом соляре. Поэтому пробуем Балашиху. Тоже нет. Надо вывести Луну из восьмого дома обязательно. Просто обязательно. Ну, и мы это с вами сделаем. Кстати, это совсем, буквально один градус. Это вот можно недалеко куда-то ехать, а продвинуться правее, например, в Павловский посад. Да, и вот, ой, несколько, шесть минуток не хватает. Ай, обидно, ай, обидно. Так, Павловский посад маловато. Можем попробовать Орехово-Зуево. Ну, это тоже нет. Так, ну, тогда давайте попробуем Владимир. Ну, это уж мы берем, так сказать, максимально недалеко. И по тому же направлению, где Кирилл живет. На Владимир у нас получился очень хороший соляр, даже с пониженной стрессовостью. Я понимаю, что убедить Кирилла быть во Владимире будет, может быть, не так просто, но соляры на Балашиху и на Москву, уважаемый Александр, оказались тревожными. Луну в восьмом доме мы не можем оставлять. Это как бы. Владимир – хорошее, интересное место. Запишите, пожалуйста. Соляр Кирилла включается 19 июня в среду в пол первого ночи. То есть это соляр ночной, Кирилл может просто уже отдыхать, но это надо делать во Владимире. То есть ночь с 18 на 19 июня Кириллу рекомендуется находиться в городе Владимире. И тогда следующий год пройдет для него просто идеально. Теперь строим соляр для Александра. Он родился 23 июня 1984 года, 823-37. Место его рождения – Севастополь. Проживает в Люберцах. Мне понравился, пишет Александр, соляр, который был два года назад в Самаре. Ну, я с удовольствием посмотрю, но, может быть, Люберецкий соляр нас вполне устроит. И тогда никуда не нужно будет ехать. Так. Нет, Люберца нельзя. Ну что, пробуем Самару. Ну, пишет, что Москва вроде бы ничего. Но Москву мы можем тоже, конечно, проверить. Нет, Москву нельзя, там терминальные градусы. Итак, понравился соляр на Самару Александру. Нет, не в этот раз, Александр. Нет, не в этот раз, Сатур на Асценденте. Так, что же нам делать? Возвращаюсь в Люберцы. Нам, собственно, надо избавиться от терминального градуса. И все. Это небольшое смещение вправо. И солнышко в пятом доме оставить тоже было бы хорошо. Так, а куда можно относительно Люберец сместиться вправо? Сейчас посмотрим. Нет, ну там, конечно, безусловно, есть куда. Это даже не стоит так вопрос. Но надо все рассчитать. Я думаю, что ближайший город это Воскресенск, Московская область. Давайте попробуем. Да, терминальные градусы ушли. Все стало прекрасно. Минимальная стрессовость у этого соляра. И как я и хотел, пятый дом продвинулся в первый градус рака, а солнышко как раз на куспиде пятого дома во втором градусе рака. Очень хороший соляр. Итак, Александр, извините, что не получилось, как с Самарой, но, уверяю вас, это будет ничуть не хуже, чем тот самарский соляр. Ваш соляр включается 22 июня на один день раньше календарного дня рождения в 23 часа и 12 минут, ну, это уже ночной соляр. Хотя в это время еще можно быть где-нибудь в ресторане или в клубе, ну, как захотите. Но главное, что вы должны быть во Владимире, не у себя дома, а во Владимире. То есть запланируйте путешествие и соляр на Владимир 22 июня 23 часа 12 минут. Прекрасный соляр для Александра Дробинина. Вернее, что я говорю, Александр, простите, ради бога, это у меня сбилось. Во Владимире это для вашего брата, а у вас ближе, не во Владимире, а в Воскресенске. Это он, Кирилл во Владимире, а вы гораздо ближе. Это Воскресенск, Московская область, 22 июня 23 часа и 12 минут. Желаю вам и Кириллу удачного соляра. Ему во Владимире, вам в Воскресенске.